В ходе рабочего визита в Западно-Казахстанскую область премьер-министр Республики Казахстан Оскар Мамин также посетил домостроительный комбинат Була-Шахте, где ознакомился с работой предприятия. Комбинат был введен в эксплуатацию в 2014 году и уже сейчас его мощность составляет 50 тысяч квадратных метров жилья в год. Предприятие намерено в будущем наращивать обороты. Одним из объектов в сфере строительства, который посетил премьер-министр, стал домостроительный комбинат Була-Шахте. Комбинат на сегодняшний день является одним из лучших предприятий, которое занимается строительством жилья. Всего за пять лет работы компания построила 29-этажных домов общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Необходимо отметить, что комбинат был открыт по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Стоимость проекта составила 2,2 миллиарда тенге. Сумма собственных инвестиций предприятия составила 600 миллионов тенге. Сейчас программа доступное жилье обеспечения жильем многодетных, малобеспеченных семей. Поэтому нам, чтобы в этой программе участвовать, будем увеличивать мощность в перспективе нашего комбината. Преимуществом комбината является то, что дома, которые они строят, являются крупнопанельными. И все изделия – это стеновые панели, плиты перекрытия, балконные плиты, лестничные площадки и многое другое изготавливается на предприятии. Затем все изделия собираются на строительной площадке. Необходимо отметить, что каркас 9-этажного 180-квартирного дома собирается всего за 4,5 месяца. А где вы производите свои изделия? Где ваши цеха? Наше помещение разделено на корпуса. В первом производятся стеновые панели, во втором происходит процесс армирования изделий. На третьем делаем лестничные марши, многопустотные плиты и много других железобетонных изделий. Также есть и лаборатория, где проверяется качество. Необходимо отметить, что домостроительный комбинат «Булашак-Т» сейчас ведет строительство еще двух 9-этажных домов в поселке Зачиганск, срок сдачи которых намечен на начало лета 2020 года. Что касается сектора строительства жилья, то здесь наблюдается большой прирост в регионе. За 8 месяцев текущего года в эксплуатацию было введено свыше 260 тысяч квадратных метров, что на 104,8% больше аналогичного периода прошлого года. Также в регионе большое внимание уделяется строительству спортивных объектов. По поручению Юльбасы до 2022 года необходимо построить 100 фоков. Через СИП-проекты КПО выделили 4 миллиарда и до 2022 года мы вопрос решим. То есть уже в этом году мы два начали, уже строительство ведется. Остальные уже проекты у нас, конкурсы проводятся и по плану. В каждом районе в некоторых по два будет. Также премьер-министру рассказали о работе, которую проводят в сфере строительства дорог. По словам заместителя Акима области Багдата Азбаева, дороги являются одной из главных проблем в регионе. В этом году на реконструкцию дорожного полотна областного и районного значения было выделено 13 миллиардов тенге. На эти средства будут реализованы 16 проектов. Ресайтинг используют? Да. Используют. Да, шаловный ресайтинг. Да. Все средние ремонты у нас, дороги мы ресайтинг используем. В прошлом году в Уральске началось строительство нового микрорайона Акжаик, площадь которого составляет 752 гектара. Здесь планируется построить 150 многоэтажных домов, 8 общеобразовательных школ, 9 дошкольных заведений, а также объекты здравоохранения и 78 детских игровых площадок. С ходом строительства ознакомился премьер-министр. Сейчас ведется строительство инженерных сетей и протяженность составляет почти 125 километров. Общая стоимость проекта – 3,7 миллиарда тенге. Застраивать новый микрорайон планируем начать в 2020 году и будем строить в течение пяти лет. Инвесторы на строительство объектов уже есть. Мы планируем построить здесь инфраструктуру так, чтобы людям было удобно добираться до микрорайона, а также это привлечет инвесторов для развития здесь малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы сферу строительства вывести на новый уровень и соответствовать европейским стандартам, необходимо внедрение новых технологий. Также необходимо обратить внимание на кадровый состав, где при обучении специалистов должны использовать последние инновационные разработки. В учебный процесс аграрно-технического колледжа была введена дисциплина, где студенты моделируют проекты зданий в 3D-формате. С помощью новых устройств можно увидеть виртуальную версию новых объектов. Кроме того, данный подход позволяет сэкономить и время, и средства, обеспечивает отсутствие ошибок при строительстве. Сейчас в колледже работают 12 педагогов, которые изучили БИМ-технологии за границей. Важнейших особенностей проектирования зданий по БИМ-технологии – это создание информационной модели, которая будет сопровождать ее, реальный объект строительства, на протяжении всего жизненного цикла здания. Смотрите, сейчас мы с вами идем по холлу нашего общежития, видим, проходим зону отдыха, видим, что, например, расстояние между этой стеной и мебелью чересчур маленькое, и это дает нам еще одно преимущество БИМ-проектирования. Мы можем вносить изменения. В завершении премьер-министр подчеркнул, что в регионе наблюдается хорошая тенденция в развитии строительного сектора. Глава Кабинета министров подчеркнул, что необходимо развивать данную отрасль и избавлять темпов, а также следить за качеством строительства.